Музыка Наше братство евангельских христиан-баптистов недавно вступило во второй век своего существования. До Октябрьской революции евангельские христиане-баптисты царскими законами рассматривались как одна из многочисленных сект нашей страны. После Октябрьской революции ленинским декретом об отделении церкви от государства евангельские христиане были уравнены в нашей стране со всеми церквами и религиозными объединениями. Надо сказать, что общины евангельских христиан-баптистов имеются в настоящее время по всему пространству нашей необъятной страны. И на севере, и на юге, и на западе, и на востоке, и всюду в церквах больших и малых, и совсем малых Евангелие проповедуется свободно и беспрепятственно. Наше евангельско-баптистское братство многонациональное. В нем русские, украинцы, белорусы, немцы, латыши, эстонцы, грузины, осетины, молдаване, чуваши, коми и верующие других национальностей нашей страны, имеющие возможность проповедовать Евангелие на своем родном языке. Во времена царлизма евангельские христиане и баптисты подвергались различным притеснениям, а теперь они являются равноправными гражданами нашей страны. Это праздничное богослужение Харьковской общины по случаю Рождества Христова. На кафедре старший пресвитер брат Шаповалов. Дорогие братья сестры, всех я вас поздравляю с праздником Рождества Христова. И для нашего назидания прочитаю Евангелие от Луки, 2 глава, 10 стих. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Она радость мудреца. Ни костры, ни терзание зверями, ни перепиливание пилами не могли отнять у первых христиан этой радости. Она великая, потому что она дает мир. Как много людей желали бы иметь мир в своей душе, и не могут иметь только Иисус Христос. Дает мир. Слава Ему! Аминь. 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 В Москве, недалеко от центра, находится Московская церковь Евангельских христиан-баптистов. Здесь же Всесоюзный Совет Евангельских христиан-баптистов СССР, духовный центр братства, выбираемый верующими на съездах. Он осуществляет свою деятельность на демократических началах. Все вопросы решаются коллегиально, а вопросов много и духовных, и финансово-хозяйственных, и организационных. Большую помощь общинам оказывает наш журнал «Братский вестник». В нем печатаются и духовные статьи, и статьи об истории христианства. Много места отходятся острым проблемам современности. Постоянно ведется раздел вести из общин. Сюда пишут из многих городов и сел. Верующие сообщают о жизни общин, радостном проведении религиозных праздников, торжественных и обычных богослужений. Журнал издается уже 25 лет. Недавно из печати массовым тиражом вышли новый спорник духовных песен и четвертое издание Библии. Мы стремимся к тому, чтобы наши богослужения были глубокими и назидательными. Поэтому особое внимание уделяем библейским курсам по подготовке пресвитеров, где сто наших братьев изучают богословские предметы. Прошу вас, вопрос по догматике. Душа создана для вечной жизни. Человек, он обязан и должен искать своего Господа и Спасителя. Как блудный сын говорит, встану и пойду к дорогому отцу и скажу. Отче, я тяжко виновен пред тобою, прости. Следующее, душа получает возрождение. Возрождение – это таинственное действие. Духа Божия – сердце человека. Это не изменение внешнего человека. Это не самоусовершенствование. Это не усовершенствование. А это рождение свыше. Душа становится сыном или дочерью Божией. Все это исходит от Господа. Пожалуйста, следующее, о пастырском служении. Самая главная особенность пастырского служения – это любовь к своей паствуе. Не превозношение, а унижение перед своей паствой. Потому что тот, который знает нужды своей паствуе, может снизойти к ним, перечувствовать те нужды. Только тот может помочь своей паствуе. Что вы можете сказать о музыке? Музыка имеет величайшее значение в служении народу Божьему. Музыка делает сердце человеческое открытым. Музыка делает человека, настраивает его все мысли, чувства, для того, чтобы он именно понял вот эти истины, которые передает проповедник. Каждый пресс-фитер должен обладать пастырским сердцем. Сегодня рукополагается в пресс-фитеры брат Виктор Кригер, проповедник немецкой национальности, представитель минонитов во Всесоюзном Совете евангельских христиан-баптистов. Братья по вере нашли его достойным этого служения. И сейчас в знак всего того, что мы слышали, и того, что Господь поболевает нам, нами будет совершена молитва. Склонится к колену брата и дорогие. Мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я приношу Тебе сердечную благодарность в этот час. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты во всех предприятиях жизни моей принимал участие, что Ты, Господи, ввел меня по путям Твоим. Помоги мне и впредь, во все дни жизни моей следовать за Тобой. Даруй, любящий Господь, чтобы служение мое было на радость народу Твоему и во славу имени Твоего Святого. Господи, принимая это служение, я не нахожу в себе силы для этого труда. Но я прошу Тебя, Господи, не труда для силы, но силы для этого труда, Господи. Услышь эту молитву, и благослови. Аминь. Наши братства объединяет в себе несколько духовных течений. Баптистов, евангельских христиан, христиан евангельской веры, минонитов. Есть в Узбекистане поселок Джетесаев. Здесь живут немцы, граждане СССР, далекие потомки тех немцев-менонитов, которые поселились в России около двухсот лет назад. Сохранив веру отцов, немцы-менониты вошли в состав церкви евангельских христиан-баптистов. Обычное воскресное богослужение. Ангел Господень сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. И тебе сегодня говорит Господь, дорогой слушатель, это же самое, встань и ешь. Слово, посланное от Него, дает нам силы на трудном жизненном пути. Слово, посланное от Него.